Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такую вот очень красивую, в то же время очень простую повязочку крючком. Для вязания буду использовать один цвет пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок троечка. Для вязания, конечно, лучше всего использовать крючок для тунисского вязания. Но так как у меня его под рукой не оказалось и повязка сама по себе не сильно широкая, то я буду использовать самый простой крючок. Начинаем вязание с 13 воздушных петель. Первую петельку не затягиваем, она будет служить первой рабочей. Дальше вяжем вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И так пока не будет 13 воздушных петель. Сильно петли не затягиваем, вязание должно быть легким и свободным. Теперь слегка вытягиваем нашу ниточку, буквально чуть-чуть. И во вторую петельку от крючка, вот первая, вот вторая, заводим крючок и вытаскиваем ниточку на тот уровень, на котором у нас была первая петля. Следующую петельку точно так же. И так до конца ряда. Стараемся, чтобы петли были одного размера, одной длины. Доходим до конца ряда. И вот что у нас получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать петелек на крючке. Теперь будем провязывать их по две петли. Провязываем две петли. Провязываем две петли. Раз, две петли. Два, две петли. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Дальше вытягиваем ниточку немножко и находим нашу вторую вертикальную полосочку. Первую мы не трогаем, а под вторую заводим крючок и вытаскиваем ниточку на тот же уровень, на такой же уровень, как у нас была наша нитка на крючке. Теперь сразу за вот этой нашей полосочкой вот здесь вот есть промежуток, то есть между этой и вот этой полоской вот сюда. Делаем накид на крючок. Вытаскиваем раз, на уровень, накид, два, накид, три. Опять между следующими двумя вот этими вот вертикальными полосочками есть промежуток. Накид и в него вытаскиваем раз, накид, два, накид, три. Находим следующую вертикальную полосочку. Под нее заводим крючок, вытаскиваем раз, петелька, следующую. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть после пышных вот этих наших столбиков будущих мы вытянули семь петелек. Теперь у нас идет промежуток вот между вот этой провязанной полосочкой и следующей, вот сюда. Мы делаем накид на крючок, вытаскиваем раз, накид, два, три. И теперь между следующими вот этой вертикальной и вот этой полосочкой вертикальной вот сюда вытаскиваем еще три петли. Делаем накид, вытаскиваем раз, накид, два, три. Под вертикальную полосочку вытаскиваем петельку и за ней также вытаскиваем вертикальную петлю. Теперь провязываем две петли. Вот эти вот пышные элементы мы должны с вами сейчас провязать отдельно. То есть видите, по шесть петелек у нас получилось в каждом элементе. Вот мы захватываем петлю, провязываем первые шесть петель, закрываем их, провязываем вторые шесть петель. И после второго закрытия, то есть после второго пышного столбика, будем провязывать сразу по две петли. То есть провязываем, захватываем ниточку, провязываем две петли. Раз, дальше две петли. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И здесь точно так же провязываем, вот они у нас, шесть петелек первых, закрываем, шесть петелек вторых, и после второго закрытия пышного столбика провязываем сразу две и две. Теперь смотрите, так как мы будем вязать следующий ряд, мы будем вязать на протяжении всего нашего вязания. То есть у нас будет в повторении, скажем так, всего один ряд. Для этого мы с вами вытягиваем слегка ниточку и первую вертикальную полоску не трогаем, находим вторую вертикальную. Вытащили на уровень. Теперь между нашими пышными элементами, вот сюда, делаем накид и вытягиваем шесть петель. Раз, накид, два, накид, три, накид, четыре, накид, пять, накид, шесть. Теперь находим наши вот эти вот вертикальные полосочки. Под первую полосочку заводим крючок и вытаскиваем ниточку. Раз, следующая полосочка, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И опять между двумя пышными нашими столбиками делаем накид и вытаскиваем шесть петелек. Раз, накид, два, накид, три, накид, четыре, накид, пять, накид, шесть. В конце ряда у нас есть вот наша вертикальная одна полосочка. За нее завели крючок, вытащили петлю и сразу за этой вертикальной полосочкой вытаскиваем еще одну петельку. И теперь будем закрывать вязание в обратную сторону. Провязываем вначале две петли. Теперь здесь, смотрите, здесь можно на глаз определять, а можно прям посчитать, если вы хотите, чтобы было четко. По шесть петель должно быть в каждом пышном столбике. Вот я считаю. Вот смотрите, я разделила, тут в принципе понятно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эти шесть петелек я провязываю за раз. Смотрим здесь, что у нас получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Если с этой стороны шесть, значит и здесь мы провязали правильно. Закрываем. Провязываем еще шесть петель. И после второго пышного закрытия, пышного столбика, закрытия пышного столбика, мы начинаем вязать по две петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И тут та же история. Смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, вот так провязываем первые шесть петелек. Смотрим здесь у нас раз, два, три, четыре, пять. Видите, значит одну захватили. Возвращаем ее. Закрываем. И провязываем шесть вторых петелек. И после второго закрытия пышного столбика вяжем по две. Раз и два. И вот по этому принципу, по которому мы с вами сейчас провязали ряд туда и ряд назад, мы будем вязать столько рядов, сколько нам необходимо для длины нашей повязочки. Давайте провяжем еще один ряд для закрепления, так сказать, результата. Вытаскиваем ниточку. Находим вот первую вертикальную, не трогая, под вторую. Заводим крючок и вытаскиваем ниточку. Между пышными элементами вытаскиваем шесть пышных пышных. Два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ниточек вытащили. Теперь находим наши вертикальные полосочки. Провязываем первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую. Третья, четвертая, пятая, шестая. В конце ряда вот наша одна вертикальная петелька. Под нее вытащили ниточку. И сразу за ней. И теперь будем идти в обратном порядке. Провязываем две петельки. Теперь здесь разделяем. Смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, вот так вот должно быть разделено. Провязываем первые шесть петель. Смотрим здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, одну захватили. Возвращаем. Закрываем. Вторые шесть петель. И после второго закрытия пышного столбика начинаем вязать по две петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Повторяем. Провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть петелек. Три, четыре, пять, шесть. Смотрим, чтобы здесь было шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закрываем. Вторые шесть петель провязываем. И после второго пышного элемента закрываем уже две петли и две. Здесь, я думаю, сложности возникнуть не должно. Таким образом, мы с вами вяжем столько, сколько нам необходимо для нашей повязочки. Итак, вот я провязала нужную длину моей повязочки. Теперь мне нужно соединить начало и конец. Можно соединять крючком, либо же иглой. Тут, как кому удобнее. Вот у меня есть конечная часть вязания. То есть, вот где мы закончили нашу работу. И вторая половинка. Здесь у нас идут, видите, вертикальные полосочки. Вот они. Теперь мы берем нашу вторую половинку. Так, сейчас я вытащу крючок. Смотрите. И накладываем вот эти вот полосочки вертикальные к вертикальным. Вот таким образом. И подворачиваем. Как бы обхватываем с двух сторон. И вот, когда обхватили, вот видите, вот таким образом, вот эту вторую половинку набрасываем сюда, выравниваем. И сшиваем. Либо соединительными петельками соединяем крючком. Я буду делать это крючком. Самое главное, цеплять все половинки. И аккуратненько протаскивать нашу ниточку. Соединительная. Здесь принципа какого-то нет, потому что, видите, петли в разнобой. Поэтому мы просто сшиваем частыми петельками. И вот таким образом проходим до конца. Здесь не важно, игла, крючок. Это не имеет значения. Я прошиваю вот до конца. Дошили до конца. Вяжем воздушную. И обрезаем ниточку. Выворачиваем на лицевую сторону. И смотрим, что у нас получилось. Самое главное, чтобы вот здесь были вертикальные полосочки. И вот здесь, чтобы у вас не перекрутилась ваша повязочка и не перекрутился узор. Надеюсь, что вам понравился данный мастер-класс. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.